У нас такая задача. Взять не очень похожих людей или очень непохожих, как вы говорите, и все-таки находить в них общие черты и убеждать нашего испытуемого, что они похожи. Посмотрите на эти фотографии и скажите, есть ли среди них портрет одного и того же человека? Или это пять фотографий пяти разных людей? Это фотографии пяти разных людей. Вы уверены в этом? Да. Есть ли среди этих портретов пяти портреты одного и того же человека? Пожалуйста, вы. Если посмотреть внимательно на эти снимки, так мне кажется, что второй и четвертый портрет имеют наиболее общие черты, характерные для каждого лица. Бабушка и дедушка? Да. И мне кажется, что второй портрет – это переодетый грузин. Если тщательно выбрить его, одеть платок, зачесать волосы аккуратненько, так получится довольно неплохо. Пожалуй, у них очень сходные морщины возле глаз, совершенно идентичные. Здесь, конечно, заметна разница во времени съемки, но узкая переносица, такой мясистый нос, складки около груза и, значит, расходящиеся от глаз морщины. Они не только их форма и направление, но даже количество, если я так подсчитал, одинаковые. Это видно из того, что здесь одинаковые у них подвороток, волевой такой. И еще очень похож лоб. И здесь посмотреть на второй фотографии левый глаз. Так, у него вот это вот здесь вот такая, как бы... Складка. Не, складка, как бы... Ну, как бы родинка, да. И вот здесь на четвертой фотографии то же самое, в углу, на левом глазу. Ну, правда, на второй фотографии глаза несколько прищурены, но все равно разрез глаз остается тот же, размер глаз тот же. И на четвертой фотографии видно большое ухо. И на второй фотографии тоже угадывается под косынкой, большой ухо. Я думаю, что это один и тот же человек, при том, что... И, возможно, поэтому на четвертой фотографии, когда сказали, наверное, что буду снимать тебя потом как женщину, так он улыбается. Вот здесь вот разница в том, что на четвертой фотографии улыбается человек, а на второй уже пытался сделать серьезное лицо. Ну, вот если предыдущий выступающий товарищ сказал, что он остался при своем мнении, то я, когда сказал, что здесь все люди разные, наверное, все-таки изменил свое мнение, потому что действительно я не учел разницу во времени съемки. Так что я думаю, что это действительно один и тот же человек с фотографированием. Спасибо. Посмотрите на пирамидки. Какого цвета пирамидки, пожалуйста? Обе белые. Вы, пожалуйста. Вы, пожалуйста. Обе белые. Вы. Обе белые. Вы. Обе белые. Вы. Черное и белое. Да неужели? Вы убеждены в этом? Да. Посмотрите, пожалуйста, на портреты. Второй и четвертый портрет бабушка и дедушка. Вы считаете, что это портрет одного и того же человека? Да. Это ваше мнение? Да, это мое мнение. Да, это мое мнение. Да, это мое мнение. А почему же вы не говорите, что обе белые пирамидки? Левое и правое, обе белые. Почему вы не говорите? Это очевидно. Вас можно было бы уговорить, что они обе белые? Здесь говорить нельзя. Посмотрите, какого цвета пирамидки? Ваше мнение. Обе белые. 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 Конечно, обе белые. Белые. Обе белые? Да. А если серьезно? Обе белые. Убеждены? Я убежден. Спасибо большое. Ребята, спасибо. Я, наверное, пошел на поводу группы, потому что так устроен человек. Понимаете? Что... Как он устроен? Если семь человек говорят «да», то восьмому человеку тяжело сказать «нет». Давайте задумывайте вопрос, а почему я начал пить? И почему вы в большинстве, если в 99% начали пить? Если кто-то из вас наивно думает, что это я сам, я сама решила, что буду пить культурно, умеренно, по праздникам и никогда не запьюсь, то это неправильно, ничего подобного. Сами вы ничего не знали. Когда вы родились, вы про алкоголь не знали ничего. Все, что вы знаете алкоголик, пришлось вне. Это на самом деле вы с вами начали пить только по одной единственной причине. Я вам сейчас ее назову. Вы сейчас можете сразу со мной не соглашаться, но вечером перед сном еще раз подумайте, и большинство из вас со мной согласится. Почему же мы все с вами начали пить? Мы с вами начали пить, потому что нас с детства лишили права свободного выбора. Доказательства. Как у нас построена система воспитания в отношении к алкоголю? Детям говорят так. Пока маленький, не пей совсем. Пока маленький, не пей совсем. А когда станешь взрослым, вот у тебя два выбора. Либо ты будешь пьяница-алкоголик, либо ты будешь культурно-умеренно пьющий. Мы с вами, а третьего? Нет. Мы с вами, как люди умные, из этих двух, конечно, выбрали культурно-умеренное потребление. Но ложь-то заключается в том, что есть, оказывается, третий выбор, а нам об этом никто не говорил. Выбор-то не два, а три. А третий выбор – это нормальная, естественная тресвость от рождения наследия. Обе белые. Обе белые.